В общественный транспорт постепенно возвращаются пассажиры, но и это количество не сравнить с показателями, например, прошлого года. Пассажиропоток упал более чем на 50%, а траты у автопарков прежние. Расходы транспортного предприятия — это не только покупка горюче-смазочных материалов и заработная плата сотрудников. Это в том числе каждодневное содержание подвижного состава, в том числе такая необходимая сегодня мойка. Региональное правительство предусмотрело компенсацию расходов на закупку средств дезинфекции. Также региональное правительство разработало комплекс мер поддержки транспортных предприятий. Это компенсация части затрат на заправку, оплату электроэнергии и выплату заработных плат. На эти цели из регионального бюджета направят более полумиллиарда рублей. Отметим, в регионе выдали первый беспроцентный кредит на оплату труда работников. Арзамас пассажир «Автотранс» получил 51 миллион рублей, который должен вернуть через полгода. Комплексная мера поддержки по транспортным предприятиям, она лишний раз подчеркнула уважение к той отрасли, к тем людям, которые сегодня оказались в числе тех, кто обеспечил бесперебойную работу и деятельность городов и поселков. Глава региона предложил освободить пассажирские предприятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога в 2020 году. Вопрос рассмотрели депутаты Загонодательного собрания Нижегородской области. Это очень важная мера, которая была сегодня одобрена, это освобождение на 2020 год от транспортного налога всех предприятий общественного транспорта, что тоже приведет к сокращению расходов и возможности продолжения деятельности на тех же условиях, в том числе ценовых, которые предусмотрены для и льготных категорий, и для в целом городов Нижегородской области. Еще один важный шаг – введение отсрочки оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены. Ряд крупных лизинговых компаний готов рассматривать данный вопрос индивидуально в случае с каждым перевозчиком. Общая сумма рассрочки транспортных предприятий составит 250 миллионов рублей. Любая поддержка предприятия – это в первую очередь отношение к предприятию, что оно нужно, что оно стабильно. Мы видим, что предприятию помогают и город, и области, и что на нас не безразлично. И хотелось бы отметить, что предприятия в такой сложный период, мы не давали сбоев и обратили внимание, что на дорогах очень много наших оранжевых автобусов, лиасов. Мы работаем стабильно и выполняем транспортную безопасность нашего города. Пассажирские и грузовые автомобильные перевозки включены в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. Александра Шеломцева, Анастасия Рябова, Михаил Городников. Время новостей.